На сегодня компания Apple порадовала тем, что выпустила новую прошивку iOS 15.0.1 Сегодня мы поговорим об этой прошивке, стоит ли обновляться, как с автономностью и прочие все эти фишки Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир Смотрите, друзья, отвечаю просто на этот вопрос Первое, стоит ли ее устанавливать? Стоит устанавливать только тем, кто накатил уже на iOS 15, она сырая В iOS 15.0.1 более-менее доработаны, исправлены некоторые баги, которые были связаны с Apple Watch И могли разблокировать устройство Точно так же в некоторых устройствах, особенно на iPhone 13, 11, было замечено то, что в iCloud хранилище память была заполнена Показывала, по крайней мере, но это было не так То есть эти ошибки исправили Других ошибок я не заметил, там писали в комментариях, разные были Со звуком, с подключением, с интернетом, с сотовой связью и так далее Этого, в принципе, у меня не было, но скажу то, что было Я слушаю онлайн музыку, когда там езжу на велике или на пробежечке Вот сейчас стало как-то пропадать То есть то есть музыка, то нету, то есть что-то какая-то беда с интернетом В этой версии уже поправили, я кое-какое время это потестил, заметил По автономности осталось точно так же на iPhone 12 Я не рекомендую в принципе устанавливать Но те, кто установили iOS 15, точно накатывайте iOS 15.01 Это минорное обновление, которое исправляет баги Вот, по автономности здесь роли не играет Она весит 549 мегабайт, если не ошибаюсь, вот на моем устройстве На ваших устройствах может быть по-разному и точно так же по-разному работать Вы пишите в комментариях, как у вас работает данная прошивка Что касаемо других версий iOS Кто сидит на iOS 13, там какая она бы там не была 13.51 или еще какая-то, или на iOS 14 кто-то сидит Однозначно, ребята, не обновляйтесь Вы теряете в автономности и даже в производительности Несмотря на то, что цифры сейчас завышены Сравнительно с iOS 14.71, которая была 14.8, последний Вот, они завышены, но по факту Эти цифры просто преувеличены Это все программный код, это ничего нам не дает По факту мы видим изменения уже на глаз Когда мы можем что-то сравнивать То есть какие-то очки, цифры, там Antutu или Gitbench Это вообще не имеет значения По сути имеет значение только физическое использование устройства И то, как именно вы его нагружаете Я, допустим, в игры не играю, в интернете много не сижу Так, чисто полазил, что-то выкинул, загрузил Чисто по блогерству, скажем так Вот, переписывался там с кем-то, в основном звонки Мессенджер То есть я сильно его не нагружаю Я нагружаю его только в те моменты, когда я монтирую какие-то видео На этот канал или на другой То есть, вот так вот И это может быть ощутимо Если вы будете испытывать нагрев, там даже когда вы накатили На iOS 15 или какую-либо другую Вы делаете жесткую перезагрузку Как делать жесткую перезагрузку У меня на канале есть, по ссылке в описании Точно так же можете посмотреть Либо же переустановка iOS Это все лечится этим или этим способом, который я только что озвучил Все Еще раз напоминаю Обновились на iOS 15 и не стоит обновляться Это гиблое дело Вы только будете страдать Как только появится производительная версия по iOS 15 Тогда я уже точно вам скажу, можно обновляться или нет Автономность осталась на том же уровне, на котором и была iOS 15 Без изменений Ну, по крайней мере, у меня Вот Что хочется еще сказать В принципе, все Тут нечего говорить Обновлений как таковых нет Рекомендации я свои оставил Пишите ваше мнение в комментариях Дальше больше Скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok